Прокуратуру просит вмешаться в скандал с возможным закрытием сразу двух ежедневных газет «Северный край» и «Золотое кольцо». Депутат Госдумы России, лидер Ярославских справедливоросов Анатолий Гришневиков обратился к прокурору области Юрию Верховцеву. Федеральный депутат добивается, чтобы надзорный орган провел проверку по поводу заявлений о закрытии зданий. Парламентарий считает, что если выпуск газет действительно прекратится, будут нарушены конституционные права граждан на свободу слова и свободу печати. У нас давно уже заметна цензура в СМИ, у нас давно заметно желание партии власти приручить, финансово опекать те или иные средства массовой информации. Никого не секрет, что впереди областные выборы, и партия власти создала специальный департамент, вернула так называемых пашеков, и дальше они думают, как сделать так, чтобы зачистить все информационное поле, как сделать так, чтобы все газеты, все телеканалы работали на одну партию. Вот это меня не просто смущает, это вызывает, как у депутата Государственной Думы, определенный протест. И когда из бесед с журналистами Золотого кольца, Северного края, когда из их публикаций я узнал, что директор Верхней Волги, господин Кукин, решил выполнить волю партии власти, а он ссылается на высшее руководство, значит, и губернатора, и на базе трех газет создать одну, стотысячным тиражом, бесплатную, то я еще раз убедился в том, что мои опасения, что все делается ради выборов, они имеют под собой основания. Собираются создать некий другой такой гебельский пропагандистский орган, который позволит нашим читателям, прочитав их газету бесплатную, поверить в то, что партия власти одумалась, обновилась. Никакого обновления, ничего здесь нет, кроме явного нарушения закона. Мною подготовлен депутатский запрос, сегодня мы его отдадим прокурору Иославской области Верховцеву, с тем, чтобы он прекратил безобразие директора Верхней Волги и той команды, которая задумала ликвидировать самые популярные газеты и на базе их создать какой-то непонятный орган. Не должна исполнительная власть, не должны чиновники, государственные чиновники, заниматься тем, чтобы ликвидировать газеты, ущемлять права людей на свободу слова и печати. Я думаю, что прокурор должен будет соответствующим образом отреагировать на это. Если нет, то у нас есть опыт, мы будем обращаться в федеральную структуру, в генеральную прокуратуру. Я постараюсь выйти на правительство области с тем, чтобы в Ярославской области свобода слова, демократия развивались, они угасали. Ситуации вокруг Северного края и Золотого кольца крайне встревожены и лидеры других, представленных в Ярославле партии. Некоторые политики расценивают возможное закрытие газет, как зачистку информационного поля в преддверии грядущих выборов в областную думу. Есть разные точки зрения относительно той или иной газеты. Но я всегда знал, что в Северном я могу получить информацию полную, объемную по всем вопросам. Она не всегда совпадала с моей точкой зрения, но я эти точки зрения мог почерпнуть. Я могу сказать и о других изданиях, которые тоже, безусловно, читаю. И сегодня вот этот меч кровавый занесен над прессой у нас в Ярославской области. Это очень печально, это очень горько, что в угоду политическим интересам сегодня хотят уничтожить средства массовой информации. В принципе, не согласен с теми решениями, которые готовятся по обоим ежедневным газетам и по Северному краю, и особенно вот я ближе к Золотому кольцу. Почему ближе, тоже могу сказать. В 90-м году, когда впервые был избран на альтернативной свободной основе областной совет народных депутатов, мы тогда стали депутатами впервые. И именно мы создавали вот эту свободную, как бы независимую. Создавал совет, но на нее, на газету никто не давил на редакционную политику. И она все эти годы оставалась вот такой газетой. Еще греха таить, порой чиновникам и чиновникам крупным на полосах этой газеты доставалась серьезно. И очень серьезно. Мы критиковали и за воровство, и за разбазаривание бюджетных денег, и за продажу по дешевке общенародной, как мы ее говорим, собственности. Ну, понятно, что многим было время, и это не нравилось, так сказать, сквозь зубы реагировали на критику. Но это была польза для людей, когда шла вот такая конструктивная и независимость от власти критика. Кому-то больше северный, скажем, нравится. Но это были две ежедневные в области единственной газеты. Если будут приняты те решения, которые сейчас готовятся, вот это информационное равновесие такое, которое за десятилетия здесь сложилось, оно, безусловно, будет нарушено. Вот та бесплатная газета, которой хотят, как мне вот рассказывают, подменить вот эту газету, там, издавать стотысячным тиражом, бесплатно ее раздавать. Как говорят, слухи пошли уже купить за миллион долларов бренд вот этой зарубежной газеты, которая сейчас активно в Москве пропагандируется и распространяется. Но, насколько вот я слышал, что уже идут разговоры, что Федерация может принять решение, запрещающее распространение бесплатных газет, издающихся на бюджетные деньги. И вот если это случится, если заплатят наш народный миллион долларов за это, а потом встанет крест такой, кому это пропавшие будут деньги? Вот надо обо всем, наверное, думать. Пресса, как самостоятельный орган, должен быть независимым. Какие-то решения по закрытию тех или иных изданий правительство не должно принимать. Если мы сейчас загоним прессу под какой-то контроль государственный, тогда мы не увидим адекватных оценок, и наши граждане не будут знать именно всей ситуации в полном объеме и именно ситуации правильной. То есть мы все понимаем, если кто кормит, тот и получает лавры.